Доброго утра! Отличного настроения всем желает рубрика по вашим письмам. Присылали нам вопрос, слушайте внимательно. Может быть, сегодня мы ответим именно на него. Елена пишет. Работаю в поликлинике. По закону, один раз в пять лет я должна проходить обучение, подтверждать сертификат. Очередное обучение я прошла в марте прошлого года. До сих пор работодателям учеба не оплачена. Сертификат получить не могу. Скажите, куда мне обращаться? Елена, по всем вопросам, касающимся трудовых отношений, вы можете обращаться в Государственную инспекцию труда. Также прийти вам на помощь в этом случае могут работники прокуратуры. Решение спорного вопроса возможно и через суд. Если работодатель отказывается оплачивать, но есть уже сформированная судебная практика, в пользу работников необходимо обращаться работнику в суд за самозащитой своих прав. Если он член профсоюза, то мы поможем ему в этом. Значит, по решению суда денежные средства потрачены на обучение. Если есть необходимость учреждения в сертификации, лицензирование данного вида деятельности, то эти денежные средства потрачены на обучение, взыскивается с работодателя по решению суда. Жанна Александровна прислала вопрос в адрес рубрики. Скажите, разрешено ли законом размещение на первом этаже жилого дома, магазина, ритуальные услуги? Жанна Александровна, в многоквартирных домах могут работать самые разные предприятия и компании, общественного назначения, офисы, магазины и многое другое. Но исключения все же существуют, они прописаны. В СНИПе, который называется «Жилые здания», точкам «Многоквартирные». По разным принципам эти исключения действуют, с санитарно-эпидемиологическими требованиями, с пожарными требованиями. Ну, в том числе, это запрещение касается и магазинов, и ритуальных услуг. Ну, здесь, наверное, некие уже морально-этические требования, да, чтобы действительно жители дома не видели перед глазами магазин с таким печальным назначением. Обратиться с жалобой вы можете в администрацию района, в отдел потребительского рынка. А я напомню, наши координаты – электронная почта «Утрособакарефей.ру», телефон 2-633-100, абонент «Утро». Есть вопросы – пишите, будем искать ответ вместе. А пока удачи в делах и отличного настроения. До встречи!